Здравствуйте! Эфир телеканала продолжит экспертное мнение. Сегодня у нас в гостях глава Сюмсинского района Владимир Семенов. Владимир Ильич, здравствуйте! Здравствуйте! Мы побывали в вашем районе, снимали там проект День Республики. Действительно удивительный просто край. Сюмсинский район называют ягодным раем. И вот нам удалось как раз застать этот конец ягодного сезона. Местные жители рассказывают, что семьей, например, могут собрать по 70 литров в день ягоды. Вот насколько инвесторы готовы вложиться в это, я считаю, перспективное направление, в заготовку и переработку ягод? Да. Ну, начнем с того, что Сюмсинский район – мой родной район. И он, естественно, самый любимый, самый экологически чистый и самый лесной. Сегодняшний день мы считаем, что около 80% территории нашего района – это леса. Заречная часть, практически, ну, очень много болот. Да, визитная карточка нашего района – это, конечно, лесная ягода. Это черника, это брусника, это клюква, есть княженика. Ну, и такие ягоды, как рябина, калина и так далее – это все есть. Вот сколько себя помню, всю жизнь мы всегда ходили в леса и собирали необходимое количество себе ягод. Всегда были. Ну, мальчишкой, наверное, тоже собирали. Конечно, конечно. И грибы, и ягоды – это вот наша тема. На сегодняшний день наш земляк, он посмотрел, вот, как неорганизованно мы собираем и используем эти ягоды. В общем-то, организовал небольшую фирму по переработке этих ягод. И на сегодняшний день, на начало, вернее, сезона он заготовил 15 тонн ягод. Это вот именно брусника, черника и клюква. Переработка – это что, это варенье? Да. В перспективе он говорит так. Пока у него сегодня три промышленных холодильника. Эти 15 тонн он фасует и отправляет в магазины. Выходил на торговые сети, но я думаю, что это перспектива следующего года. Вот мы с ним беседовали буквально недавно, может быть, недели две назад. Он говорит, что переработка обязательно будет. Но объемы более 20 тонн – это интересуют сетевые компании. На сегодняшний день пока нет. Пока вот так. Но в перспективе он уже закупил здания, сооружения и будет работать по вот этому направлению. Кроме того, значит, он смотрит в будущее. Дикоросы, они зависят от многих факторов. От погоды, от заморозков, весной и так далее, и так далее. Поэтому это бывает, что и не урожайная года. Поэтому под то, чтобы предприятие работало стабильно, мы сегодня отводим ему земли. Для того, чтобы он вырастил сады – это черная смородина. Это на кельмейских землях очень хорошо растет вишня. И это облепиха. Вот эти пока три ягоды в перспективе. Если земли нормально мы отведем, успеем все это делать. В настоящий год уже сады будут заложены. Это очень здорово. Это, конечно, и большое подспорье нашим жителям нашего района. Особенно кельмезе. Они будут заняты на сборе вот этих ягод. Я считаю, что это… То есть дополнительные рабочие места появятся. Да, перспективное направление. И вот как он говорит, что это очень выгодно. Я думаю, что будет развиваться. Те объемы, о которых вы говорите, 15-20 тонн. Это ведь много. Это не будет ущемлять местных жителей? Нет. То есть, скажем, они приходят на свою поляну, а там и ягоды. Вы знаете, ведь не только жители нашего района. Практически вся республика приезжает, и никто без ягод не остается. И еще и не освоено. Потому что, если за речную часть посмотреть, то это расстояние около 50 километров до границы с Кировской области. И огромнейшие-огромнейшие болота. Их осваивать и осваивать. Много ягод еще остается. Я думаю, что здесь у нас перспективы есть. Кроме того, именно ягоды стали поводом, вот вы говорите, визитная карточка, для организации фестиваля, который прогремел на всю республику и, наверное, на соседние регионы. Это фестиваль Узы-Бары. Дальнейшие перспективы для развития этого фестиваля? Мы подумали, у каждого района есть какая-то своя фишка. Вот выходит кто с бабой игой, кто с дедом Морозом, кто с чем. Ну а что вот тут думать и гадать? Мы, в общем-то, сразу определились, что наш район – самый ягодный район в Удмуртской республике. Поэтому по инициативе моего первого заместителя, главы Дорожских Людмилы Ефимовны, разработали программу, сценарий проведения этого праздника. И вы знаете, у нас в 2017 году прошли сельские игры, а тут же провели вот эти Узы-Бары как-то на одном дыхании. И получилось это очень здорово. Было воспринято сначала в нашем районе. И так мы посмотрели, конечно, что из республики приехали, из Минкульта посмотрели все это дело. И, в общем-то, мы сейчас вошли с этой программой в топ-100 мероприятий Удмуртской республики. И, ну вот, к сожалению, в этом году так сложилось с коронавирусом. Мы не проводили его. Значит, но я думаю, что это все равно дело временное. Вирус пройдет, и мы дальше будем развивать, и еще раз улучшать данную программу. И обязательно будем. Это наша визитная карточка, это наш бренд, это мы будем его развивать. Еще одна местная очень яркая достопримечательность – это Пумсинский висячий мост. Это лучшее место просто для фотосессий. Притягивает он туристов со всей республики. Реконструирован он был силами местных жителей в 2017 году. Вот с тех пор, что поменялось. Предыстория такая. Это сплавной участок был. Этот мост был он давным-давно. Начатый подвесной для прохода рабочих и жителей. На той стороне жители жили, кельмези. Вот, наверное, знаете, грибы, ягоды и все, и все. И все, что за жизнь, которая прошла на той стороне, осталось это. И очень многие жители всегда выходили с предложением «Давайте мы сделаем, давайте». Хорошо. Мы, в общем-то, подключили наших предпринимателей, наших жителей бывших. Они привезли троса, выделили дерево и сделали этот мост. Вот такой, какой он сейчас есть. Да, красота, все это хорошо. Есть свободный проход на ту сторону, доступ к грибам, к ягодам. Знаете, он очень красиво смотрится. Подтянулись люди с Ижевска, подтянулись фирмы, которые, значит, занимаются сплавом. Под это дело мы организовали площадки, организовали, ну, крытые какие-то павильончики, где можно спокойно посидеть, отдохнуть, перекусить. Подвозка воды, подвозка, дров, все это организовано. В сегодняшний день даже мы закупили часть катамаранов. При необходимости, если нужно, мы можем представить эти катамараны и организовать сплав. Все это у нас есть. Посмотрите, мост просто сейчас начинает обрастать какими-то подробностями, жизнь снова кипит. У нас уже как бы две пристани есть. Следующая пристань также это в районе Орловского моста планируем сделать. Ну, это удлиняется маршрут сплава. Вот в прошлом, позапрошлом году, знаете, целые вереницы катамаранов шли. В этом году, к сожалению, ну, вот с коронавирусом поменьше было организованных сплавов. Были дикие сплавы, но тем не менее, поменьше было. Вы вообще такой очень важный момент отметили, что для значимых проектов не всегда привлекаются средства республиканского бюджета, муниципального. Действительно, жители ведь откликаются. Какие другие подобные проекты были поддержаны именно местными жителями? Жители просят и готовы вложиться в это, в ремонт дорог. Особенно в новых участках, где мы отводим землю, новые поселки. Это освещение улиц. Ну, в общем-то, и газификация, частичная газификация, да. Что вообще сделано муниципалитетом? Вот в этом году, может быть, какие-то значимые для района объекты и ремонты вы бы отметили? В этом году, если брать текущие ремонты, текущий ремонт произошел, это центральные районные больницы от Моска ремонтировали, это Маркеловская школа ремонтировалась, это детский сад номер один отремонтировали, ну и строительство ФАПа в Сирике на сегодняшний день идет. Я думаю, что до Нового года они должны это завершить. Вот эти значимые, как бы для нас, хотя они небольшие, но тем не менее значимые моменты работы были проведены. Ну, не могу не вспомнить, что газификация продолжается в Симсинском районе, и многие, именно вот небольшие населенные пункты были газифицированы. Ну, вот, знаете, для меня это очень здорово, значимо. Я боюсь сейчас сказать цифры, чтобы другие районы позавидовали, но с вводом в 2021, максимум в 2022 году вот этих газовых сетей, то есть наш район будет газифицирован полностью, практически полностью, за исключением, за личной части, но там, где не перспективно, мы знаем, что перспективы там не будет деревень, к сожалению, такие моменты тоже есть, то есть туда не повели. Это у нас 45 километров высокой стороны идет и 95 километров низкой стороны. И, в общем, газовики взяли повышенные обязательства, что в этом году практически сделают все. Ну, вот буквально через день до каждого дня мы контролируем, смотрим. Активные работы идут сегодня по Кельмезе, по Блашьюсу, по Пизжилу, по Коксям. С одной стороны, радует, что такой огромный объем работ ведется по газификации. С другой стороны, конечно, при выполнении данных работ не бывает форс-мажора, не бывает там стычек с местными жителями. Очень часто рвут водопроводы. Ну, мы понимаем, что нужно потерпеть, объясняем жителям, тут же выезжаем, ремонтируем. Практически без выходных все это дело, работа. Я знаю, что в течение года ее завершим, там будем спокойно жить. Но зато весь поселок, весь район будет у нас газифицирован. Ну, я думаю, 2021-2022 год будет подключение. Что еще? Какие планы на следующий год? Планы на следующий год? Ну, здесь по Кельмезе, вот я уже сказал, что по Кельмезе у нас большая работа по газификации идут. Мы планируем, также вошли в федеральную программу по модельной библиотеке. Там работы будут проводиться. И на 2021 год согласовали строительство Дома культуры на 100 мест по Кельмезе. Это ремонт Орловского Дома культуры, крыль кровли. Согласовали. И газификация поселка, у нас северный поселок в Симсях. Это будем делать. Пусть все эти планы исполнятся. Я желаю развития вашему району. Глава Сюмсинского района Владимир Семенов был сегодня у нас в студии. Спасибо. Это экспертное мнение. Увидимся. До встречи. Спасибо.